Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В данном видео я хочу рассказать вам о способе, который мы используем для прозвонки жил кабелей, а также показать применение данного способа на практике, то есть непосредственно в работе. Способов прозвонки жил, конечно же, имеется много. Например, с помощью мегаометра, амметра, амметра с магазином сопротивлений, специального трансформатора, мультиметра, самодельной прозвонки типа Аркашка, современных переговорных устройств и гарнитур и тому подобное. Но вам я хочу рассказать про способ, который мы чаще всего применяем. Это прозвонка жил кабеля с помощью телефонных трубок. Вот так выглядят наши телефонные трубки для прозвонки жил кабелей. Этот метод, наверное, один из старых, но эффективный и очень удобный. Устройство для прозвонки кабелей собирали еще мои коллеги и предшественники. Не один десяток лет назад из двух старых телефонных трубок. Я лишь за все это время несколько раз менял элемент питания. Как же собрать подобное переговорное устройство? Берутся любые две телефонные трубки. Одна трубка у нас будет основной, которая черным цветом, а другая вспомогательной, красного цвета. В каждой трубке должен быть установлен микрофон и телефонный кабель. Вот микрофон установленный в черной трубке. Как видите, микрофон съемный и устанавливается в трубке на контактах. Здесь установлен телефонный капсюль ТК-67Н. Во вспомогательной трубке установлен немного другой микрофон, но зато такой же телефонный капсюль. Можно вот разобрать, посмотреть. Вот здесь вот установлен микрофон. Я его доставать сейчас не буду. Приложу фотографию. Здесь специально я сделал уплотнитель, чтобы это внутри трубки не болталось во время эксплуатации. Ну а вот телефонный капсюль ТК-67Н. Аналогичный, как в черной трубке. Микрофон лучше использовать угольный, старого образца, так как они обладают большей чувствительностью. Вот, например, такие активные микрофоны. МК-10, МК-16 или МК-60. Также существуют пассивные конденсаторные микрофоны, например, МК-3. Но для них необходимо предусматривать дополнительное питание для встроенного усилителя. А вот телефонный капсюль, наоборот, желательно использовать посовременнее. Слышимый голос в трубке будет более громким и четким. Вот некоторые типы применяемых капсюлей. Например, ТМ-2, ТА-4, ТА-56, ТК-47, ТК-67. В данном случае у нас установлены в обоих трубках капсюли ТК-67Н. Капсюль и микрофон в каждой трубке должны быть соединены последовательно. Соединение телефонного капсюля с микрофоном во вспомогательной красной трубке видно нагляднее. Поэтому покажу на ее примере. То есть вот эта перемычка между микрофоном и капсюлем. Аналогично выполнена и в основной черной трубке, только провода скрыты внутри корпуса. То есть соединение здесь не видно, так как провода проходят, тут вот в этой вот части есть канал, и провода проходят по вот этому каналу. Затем берем элемент питания, в моем случае это плоская батарейка 3R12 напряжением 4,5 вольта. К выводам батарейки припаиваем два проводника в этом месте, которые заводим в отделение, где установлен микрофон. То есть вот они сюда вот заведены. Для крепления батарейки к трубке в нашем случае применяется ХБ изолента. Вы же можете крепить батарейку любым удобным для вас способом. Теперь нам нужно подключить батарейку. Плюс от батарейки соединяем с одним выводом микрофона. Вот он приходит, вот это с батарейки, проводочек. Вот он соединяется с одним выводом микрофона. А минусовый вывод, второй, соединяется с соединительным проводом. То есть вот это у нас соединительный провод, там две жилы. Вот с одной жилы соединительного провода. В данной трубке с капсюля два провода выведено вот в это отделение. Один провод подключается к микрофону. Соединён на этой винтовой клемме ко второму соединительному проводу. На соединительных проводах в качестве удобства подключения к жилам кабеля или к винтовым клеммам используются фиксированные зажимы типа крокодил. В принципе зажимы можете делать любыми, для вас удобные. Но для меня крокодильчики будут в самый раз. То есть одна трубка у нас готова. Это будет основная трубка, через которую будет подаваться напряжение в искомую жилу кабеля. В вспомогательной трубке необходимо соединить последовательно телефонный капсюль и микрофон. Это я уже вам показывал. И по аналогии подключить к их свободным концам соединительные провода с зажимами типа крокодил. Вот один соединительный провод входит на один крокодильчик. И второй крокодильчик подключается к микрофону. Как видите, у меня используются старые крокодильчики, которым уже не один десяток лет. Как в принципе и самим телефонным трубкам. Сейчас же мы используем вот такие более современные крокодилы. Вот такие. О том, как пользоваться телефонными трубками, я покажу вам на примере прозвонки кабеля РПШ 14х2,5. Этот кабель объединяет между собой два поста управления магнитным пускателем для электродвигателя. Прозваниваем жилы кабеля, 14-жильный кабель с помощью трубок. Сначала мы с напарником определяем общую жилу, с которой будем начинать прозвонку. Обычно это любая цветная жила в кабеле. В нашем кабеле две коричневые жилы, поэтому выбираем любую из двух. Как вариант, можно их объединить. Таким образом, общей жилой будет жила коричневого цвета. Относительно этой жилы мы и будем прозванивать остальные жилы кабеля. Затем подключаемся одним зажимом основной трубки на эту общую коричневую жилу, а вторым на любую другую скомную жилу. Сейчас используем синюю-коричневую жилу. И дальше я буду сейчас садить на один кончик на белую. Например, вот это будет у нас вывод 2. И мой оппонент на другой стороне будет искать эту жилу. С другой стороны кабеля один зажим вспомогательной трубки подключаем также на общую коричневую жилу, а вторым зажимом начинаем переключаться по всем жилам кабеля и искать ту жилу, на которой подключен напарник. Итак, при подключении зажима вспомогательной трубки на искомую жилу кабеля, в трубке появятся характерные шелчки и потрескивания. Это значит, что образовалась замкнутая цепь между общей коричневой жилой и искомой жилой. Далее, прямо по этим телефонным трубкам мы договариваемся с напарником о маркировке найденной жилы. Алло! Алло, алло! Так, это у нас шестерочка. Переключаюсь. Поэтому с двух сторон эту жилу надеваем в заранее заготовленные пирожки с маркировкой. Ну и затем весь процесс повторяется, пока не будут найдены и отмаркированы все остальные жилы кабеля. Это у нас 10. Переключаюсь. Все, нашел мою жилу. Вот она, десяточка. Сейчас первую, вторую свободную. Присажу, крокодил. Алло! 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 Алло, алло! Слышишь меня? Так, это 12-я жила. И все, последняя это была. Во время прозвонки появились сомнения между второй и десятой жилой. Решили перепроверить. Так же сел на общий коричневый вывод. Второй конец провода. Переключаю на второй. Алло! Это двоечка, да. Сейчас давай на десятой сажусь. Угу. Так, двоечка. Нормально у нас? Десятый. Алло! Десятка. Ну все, расключаюсь туда. Такая вот у нас трубка. Вот. Провода прозвонили. У этого провода имеется своя маркировка. Сейчас будем подключать вот на этот клеймничек. Здесь используется кабель РПШ. Используется у меня. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять жил. Остальные пять будут в запасе в резерве. Кабель гибкий. Естественно, я на него буду надевать наконечники НШВИ. И уже затем подключать на клеймник. Вот у прессового уже предпоследний кончик. С помощью пресс-ключей от КВТ, ПКВК-6. И с помощью наконечников НШВИ марки ВАГО. Все, этот кабель подключил. Сейчас осталось на него повешать бирочку. Резервное жило пустит в канал. Подключаем дальше. Пульт управления с другой стороны. Подключаем аналогичным образом. Готово. Я вам показал пример, когда в кабеле имеются цветные жилы. Но если их в кабеле нет, то прозвонку можно начинать абсолютно с любой жилы кабеля. Для этого подключаемся одним зажимом основной трубки на искомую жилу, а вторым на землю. Но так мы делаем в том случае, когда контур заземления на объекте единый. То есть соединен электрически. Иначе связи по отношению к земле не будет или связь будет очень плохой. Если же кабель бронированный, то вместо земли можно использовать его металлическую броню. После нахождения первой жилы в кабеле для лучшей слышимости при дальнейшем поиске остальных жил вместо земли или брони лучше использовать найденную жилу кабеля. Во время прозвонки жил кабеля с помощью телефонных трубок можно дистанционно договариваться с напарником о маркировке найденных жил, уточнять их цвета и тому подобное. При этом кабель может быть проложен как между разными помещениями, так и вовсе между разными зданиями. А это значит, что не нужно каждый раз бегать друг к другу, как например при других способах прозвонки кабеля. Как я уже говорил в начале видео, что данный способ очень удобный и эффективный. В настоящее время можно пользоваться сотовыми телефонами, транковой и другими современными средствами связи. Но зачастую в тех же кабельных подвалах или подземных переходах просто-напросто нет сети. То есть может пропадать сеть. Поэтому в такой ситуации в любом случае придется применять другие способы прозвонки жил кабеля. При этом использование телефонных трубок будет наиболее целесообразным выбором. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Заметки Электрика. Ну и напоследок поинтересуюсь у вас каким способом и чем вы пользуетесь при прозвонке жил кабелей. Продолжение следует...